И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сем свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. «Размышления, часть первая. Жертвы Христа достаточно». Послание к Евреям, 10 глава, с 11 по 14 стих. В отличие от священника, которому приходилось исполнять свои религиозные обязанности день за днем, поскольку он не мог изгладить грехи людей, Иисус исполнил свои обязанности лишь однажды. Иисусу не требуется приносить свою жертву повторно, как ветхозаветным священникам. «Он одним приношением сделал совершенными освящаемых» – стих 14. «Он сделал свое дело и восседает по правую руку от Бога, доколе не вернется в силе и величии». Когда Иисус умер на кресте, Бог положил конец старому закону жертвоприношений. Это значит, что Его крестной смерти достаточно для всех людей на все времена, включая и нас сегодня. Во многих странах религиозные люди по-прежнему приносят в жертву животных и пытаются очистить себя от греха, не зная, что совершенная жертва – это Иисус. Молитесь за тех, кто никогда не слышал о Христе. Размышления, часть 2. С чистого листа. Послание к евреям, 10 глава, с 15 по 18 стих. Теперь Божий народ в состоянии, хотя и не в совершенстве, но целенаправленно исполнять волю Божью, потому что Бог написал свои законы в наших сердцах. Это видно из книги пророка Иеремии, 31 главе, 33 стихе, где говорится, что Бог напишет свои законы в сердцах и в мыслях своего народа. Это значит, что Бог даст своему народу силу повиноваться Ему. И благодаря тому, что Иисус окончательно совершил на кресте, наши грехи больше не вспомянутся. Бог дает нам возможность начать с чистого листа и силой Святого Духа жить в согласии с Его волей. Новый Завет, который Бог заключил со Своим народом, намного превосходнее Ветхого Завета. Потому что теперь Бог полностью простил все наши грехи. Если вы когда-либо были не уверены, что означает тот факт, что Бог простил все ваши грехи, то ободритесь и знайте, Он действительно простил все ваши грехи и прошлое, и настоящее, и будущее. Молитва. Отец Небесный, спасибо, что простил мои грехи и вложил свой закон в мое сердце и мысли. Спасибо, что послал своего Святого Духа, чьей силой я теперь могу покориться Твоей воле и с радостью повиноваться Твоим заповедям. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Спасибо. 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 Спасибо.